Привет! Перед началом хочу сказать, что этой рубрике нужен спонсор. И если вы интернет-магазин или так или иначе связаны с оборудованием для музыкантов слэш битмейкеров, то напишите мне имейл в описании к видео. А сегодня у нас обзор вот этой звуковой карты. Это Arica SC2, то есть звуковая карта второго поколения. Я хотел сделать ее тест в играх, в FL-ке, записать в нее звук с петлички, с гарнитуры, с микрофоном, то есть с наушником, с микрофоном, потому что у нее есть целых три входа. Вот они, она у меня в руках. Здесь есть вход под наушники, под наушники с микрофоном и микрофонный вход. Но это все, все мои вот эти желания разбились, а просто огромный камень того, что эта звуковая карта кусок говна. И это был спойлер к финалу этого обзора, а теперь давайте поподробнее. Я расскажу сначала о плюсах, потом поговорим о ее минусах. И давайте поговорим о достоинствах. Самое главное достоинство этой карты, вот она, это ее звучание в первую очередь. Да, это довольно странно звучит, что звуковая карта выигрывает своим звучанием. Ну да ладно. В общем, все циферки, которые я смог на нее нарыть, расположены на ее официальном сайте. Сейчас они горят на экране. В общем-то там нет ничего интересного. Она вот так вот выглядит, то есть USB, такой вот несъемный проводок и сама звуковая карта с регулятором громкости. То есть именно рассчитано, что скорее всего она будет подключаться к ноутбуку. Также тут есть кнопка выключения микрофона и выключения наушников. Наушники выключаются довольно интересно, то есть вы нажимаете кнопку и они плавно спускаются. То есть там за четверть секунды громкость спускается до нуля, но это плавно. И также она плавно взрастает, когда вы их включаете. Да, это достоинство, не поспорю. Но самое главное все-таки, как я уже сказал, это ее звучание. Звучит она лучше, чем встроенная в мой ноутбук звуковуха. Звучит именно чище и детальнее. Слышны лучше такие вещи, как хвосты, риверов или типа того. Вот такие вот именно мелкие детали. Также низкая середина звучит не так мыльно. То есть легче будет на ней вот что-то там настраивать. Что-то именно по громкости выводить, что-то в частотные характеристики корректировать. То есть для именно битмейкера ее звучание сносное. Естественно, ни в какое сравнение это звучание не идет с моей вот этой звуковой картой Focusrite Scarlett 2.2. Вот это моя основная звуковая карта. Она все-таки лучше звучит, чем Arico. Но Focusrite стоит в 20 раз больше. В 20 раз больше, чем вот эта звуковая карта. И в общем было бы странно, если бы она звучала хуже. Также хочу сказать, что вот ее звучание это чистая субъективщина. То есть я не могу провести вам никаких таких прям точных объективных тестов, которые доказали бы, что да, эта звуковуха звучит лучше, чем встроенная в ноутбук. Хочу только сказать, что я в проекте, в готовом проекте VFL, который уже сведен, который уже готов, я ее слушал, сравнивая с Focusrite, вот с этим. Слушал ее, используя исключительно звуковуху ноутбука. И слушал это все на наушниках Beardynamics DT770 Pro, которые являются моими основными. И вот этих наушниках, которые Apple и AirPods, они... Ну, я их купил как референсные затычки. В том числе, чтобы проверить запись с гарнитурой. То есть гарнитуры микрофона, проверить вот этот вход. Об этом мы поговорим позже. Предвосхищая ваш вопрос о том, раскачивает ли вот эта звуковая карта наушники с сопротивлением 250 Ом. Какой там? Если подвести итог достоинствам, то вот если добавить к тому, что я выше перечислил, все остальное, то есть если бы все остальное было удобным и хорошо работало, она бы 100% стоила своих денег, и я 100% с чистой совестью мог бы вам ее рекомендовать. Но я ее не рекомендую, и об этом мы сейчас поговорим. Итак, время поговорить о недостатках. И начнем с эргономических. Вот у меня в руках второе поколение этой звуковой карты SC2. У первого поколения точно такой же красивый, прекрасный регулятор громкости. Но он сделан значительно удобнее, потому что на выемке вот здесь вот, или вот здесь вот, у меня в руках ее, к сожалению, не было, я смотрел обзоры. Есть специальная выемка, чтобы мы могли пальцем провести и регулировать громкость. Здесь же никаких выемок нет. И регулировать громкость с помощью этого действительно красивого с виду регулятора, ее невозможно регулировать. То есть я кладу его на стол, поворачиваю, да неважно в какую сторону я его кручу, он поворачивается сам, и он не поворачивает громкость. Ладно, предположим, вы скажете, что он должен быть закреплен к компьютеру по USB. Я держу USB, поворачиваю, и чтобы его повернуть, мне буквально приходится пальцами впиться в этот регулятор и повернуть его. Кроме того, смотрите, следующий недостаток этого регулятора. Я держу его в руках на весу, и я могу нащупать его, вот минус, это самая минимальная громкость. Поворачиваю, вот она максимальная. Вот она, да, вот дошла до максимума. Но стоит мне его положить и попытаться повернуть, и он повернется дальше. Вот он поворачивается. Дальше плюсы. То есть, когда он лежит на столе, а где он еще должен лежать? Он должен лежать на столе, он никогда не будет в таком положении. Когда лежит на столе, у него нету границ плюса и минуса. То есть, вы не понимаете, когда громкость минимальная, когда она максимальная, вам приходится определять это на слух. Мне кажется, что это большой-большой минус для этой звуковой карты. Для сравнения, вот Focusrite. Вот у нее тоже есть прекрасный регулятор громкости, вот он. И я могу повернуть его одним пальцем. Я понимаю, что эта звуковая карта стоит как минимум в 20 раз дороже, чем вот эта. Но зачем платить свои собственные деньги и пользоваться тем, что кошмарно неудобно? Кроме того, вы не сможете на ней записать звук, опять же, в отличие от первого поколения. То есть, как они смогли сделать второе поколение настолько хуже? Звук записать невозможно, об этом мы поговорим чуть позже в этом видео. И регулятор громкости не выполняет свою прямую функцию. Во втором поколении Focusrite они вот здесь вот сделали насечки, чтобы пальцем было удобнее одним пальцем поворачивать громкость. То есть, вот это небольшой плюс. Они сделали небольшой шаг вперед. А здесь они сделали тысячу шагов назад. Вот, ну зачем, зачем? Как они второе поколение превратили в такую ерунду? Я не держал в руках первое, но я посмотрел на него столько обзоров. И, ну, как бы, все говорят о том, что звук хороший. Да, я об этом тоже сказал. Я заметил, что он как минимум неплохой. Но вот все остальные плюсы, которые они говорили для первой части, для второй не актуальны для второго поколения этого устройства. Теперь я скажу, что именно натолкнуло меня на покупку именно вот этой звуковой карты. Первый пункт – это большой регулятор громкости. Потому что однажды покрутив физическую ручку, не хочется снова трогать софтверную. Легче регулировать громкость. То есть, ты ее рукой не глядя потянулся, повернул. Это круто. Второе – то, что у нее были вот эти входы для микрофона отдельно и отдельный вход для гарнитуры. То есть, для наушников с микрофоном. И третий пункт был – это ее звучание. То есть, я ее купил, чтобы протестировать ее звучание. Ну, в общем-то, на самом деле, попадание тут один из трех. То есть, звучание – ок, все остальное – не ок. И сейчас мы об этом опять же поговорим. Но перед этим я хочу сделать интересный тест. Сокращает ли нагрузку на процессор звуковая карта? И сейчас мы проведем соответствующий тест. Я сейчас сделаю прогон проекта моего коллаба с IOI Beats. И я сделаю это четырьмя способами. Первый способ – это отсутствие звуковой карты и FL Studio ASIO. Второй способ – это Arica. Вот это плюс FL Studio ASIO. Третий способ – это Focusrite плюс FL Studio ASIO. И четвертый способ – это Focusrite плюс его оригинальные ASIO дрова. Все это будет с буфером 512 сэмплов. Ну и, соответственно, задержкой 12 миллисекунд. Соответствующий буферу 512 сэмплов. В итоге мы имеем предсказуемый результат, что все драйвера показывают примерно одинаковые результаты с разницей на уровне погрешности. И оригинальный драйвер ASIO Focusrite на циферках показывал самые лучшие результаты, а на деле как будто бы даже хрустел больше остальных. И дело в том, что нагрузку на процессор снижает не конкретный ASIO драйвер, а ASIO драйвера в целом. Вот этот протокол вывода звука. Сама звуковая карта к этому мало очень отношения имеет. То есть даже если вы используете FL Studio ASIO вместо Direct Sound, вы уже в выигрыше. Теперь о главном. Почему я считаю, что это плохая звуковая карта и почему я не рекомендую ее покупать? Все дело вот в этих микрофонных входах. То есть для микрофона и для гарнитуры. А именно то, что они совершенно никак не работают. Через них невозможно записать звук. И это не брак конкретно моего экземпляра. Это конструктивная особенность модели Arico SC2. И более подробное видео на эту тему о том, что это такое, возможные последствия этой проблемы и как ее примерно вылечить, я оставлю в описании. Там сможете более подробно на эту тему посмотреть. И все-таки я считаю, что полная невозможность записи звука через эту звуковую карту является таким большим минусом, что ее не нужно покупать. Именно определяющий минус. Ну и то, что у нее вот этот регулятор громкости неудобный. Потому что мне кажется, что звуковая карта это нечто такое, что однажды подключив к компьютеру, нужно оставлять всегда там, где она лежит. Ну потому что иначе зачем она вообще нужна? То есть каждый раз, когда вы захотите поговорить по скайпу или воспользоваться голосовым чатом в играх, вам придется либо использовать внутреннюю языковую карту в компе, либо переключать, перекоммутировать в винде входы, то чтобы звук брался именно с встроенного в комп входа микрофонного. Если все будет вот настолько неудобно, то зачем вообще она нужна? Короче говоря, не рекомендую однозначно. И разыгрывать я ее не буду, потому что она мне вообще никак, ни в чем не понравилась. Вот так пусть и будет. И если вам будет интересно на это посмотреть, напишите в комментариях. И я постараюсь найти более интересную, более классную звуковую карту на Алиэкспресс. И рассказать про нее вам. То есть это получилось видео таким немного неудачным. Но в следующих видео мы исправимся. И на этом у меня все. С вами был Стас. Если вы хотите поддержать эту рубрику, то в первую очередь нажмите на кнопку поделиться внизу и расскажите об этом видео в своих соцсетях. Ну и конечно же жмакните лайк, если было интересно. Подпишитесь, поставьте колокольчик туда-сюда. Если вы интернет-магазин или связанный с продажей оборудования для музыкантов или битмейкеров, напишите мне мой имейл в описании к этому видео. Ну и с вами был Стас. Пока.